добрый день друзья сегодня 8 апреля 2019 года я нахожусь в чете прекрасный солнечный день и я нахожусь на стадионе сибво раньше он назывался забво сибво сейчас уже непонятно как но смотрите во-первых сразу мы погружаемся когда видим вот такой вот вот интересный дискоболка дискоболка и вот такие ворота здесь у нас боксер таким мощным торсом и сразу хочется петь песню и братарь готов всяк бою трам-там-пам-пам-пам-пам-пам-пам ты представь что за тобою полоса пограничная идет чтобы сердце и душа были молоды были молоды были молоды ты не бойся ни жары и ни холода закаляйся как ну собственно это парк парк сибво и множество сосен здесь мы тоже здесь приезжали сюда с машей гуляли и когда она уже бегала и с коляской но вот с этой стороны вот так этот вход смотрится звезды красные ну в общем то симпатично здесь проходят различные мероприятия а цска выгул собак на территории спортивного центра запрещен это очень хорошее предупреждение нечего тут гадить это вообще должно быть правилом вообще во всем городе портреты чемпионов мастеров выцвели конечно очень так смотрится уже некрасиво ну здесь вот центральная вот эта чаша стадиона вход здесь ну это вернее как бы выход там вход артисты часто приезжали сюда и не знаю может быть и сейчас тоже здесь вот выступали в свое время ласковый май помню маргунов с различными там я сейчас точно не помню кто тут многие конечно здесь были тут и к обзору он был ну сюда приезжают заниматься спортсмены там это все вот эти вот спортивные залы за этим забором стадион еще раз напоминаю а там вот вот сопки смотрите сопки и там он в таком распадочке белеет снег снег еще лежит тут чистота армейский порядок ну правда вот пахнет каким-то какими-то маслами как будто бы здесь какая-то база танковая правда вот как будто такой какой-то мазутный такой запах вроде бы здесь вот лес должно пахнуть очень так свежо но странно откуда наносит вот еще видите не растаяло собственно здесь особо делать то нечего кроме как вот просто пройтись прогуляться по утрам можно бегать на велосипеде тут хорошо кататься а больше то этот парк ни для чего не приспособлен когда-то вот здесь у стоял батут я помню и маша там у нас прыгала на этом батуте он такой здесь так конечно все видите вот такие краски а он такой был китайский цветной какой-то синий желтый красный ну понятно что это какая-то то ли футбольное поле но скорее всего футбольная там он стоят ворота все это вот конечно такое неказистое когда проходят какие-то мероприятия а то то здесь ставят там палатки туда-сюда все шашлыки жарят ну не знаю раньше по крайней мере так было сейчас не знаю особо конечно здесь показывать нечего я сюда приехал просто а меня ностальгия сюда позвала потому что вот кстати площадка для пинтбола вот мы тут играли да 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 мы тут бегали стреляли бабочка друзья бабочка летает и кроме бабочки я еще видел сегодня какое-то насекомое пробежало вот передо мною это вообще было первое насекомое встреченное мной вообще на забайкальской земле вот в мою поездку бабочка уже вторая вот ну собственно тут тоже показывать нечего вот так выглядит пейнтбольное поле а про насекомое у меня есть стихотворение такое оно называется посвящение насекомому Васи тут непонятно что то здесь асфальт сам соскоблился и бросился в расцепную так вот стихотворение тоже вот какая-то площадка в общем смотрю убогонький у нас здесь спортивный комплекс как там написано ЦСК ничего тут не делается ну он в ведомстве военном а у военного ведомства сейчас что главное это эти сарматы кинжалы и прочее а до стадионов пока еще время не дошло это полоса препятствий так вот достал лист тетрадный радостный сейчас другу письмо напишу большое и вдруг какое-то насекомое пакостное по листу моему пробежала рысцое достал микроскоп а нет пробежала рысцое такое маленькое фу блин забыл ладно все не будем стихи читать вот у нас такая полоса препятствий да так переломаться можно без подготовки без привычки сосны вот сосны вот сосны красивые хоп туда вот я сейчас сразу вспомнил анапу анапу вспомнил вот и там постоянно постоянно проводится соревнования военно-спортивный комплекс вот пустует вот это место а ведь сюда можно привозить казачат вот и смотрите значит вот полоса препятствий сюда он прыгает проходит по этому окопу блиндажу вот и из этого окопа должны метать гранаты ну вот есть место погода прекрасная почему бы вот не заняться с детьми там вот эта площадка предназначена для стрельбы из лука у нас в Забайкале очень развит этот вид спорта потому что бурят у местного населения этот вид спорта очень развит у них там всякие чемпионы и олимпийские чемпионы а сосны то какие сосны эх вы сосны мои сосны и небо а в детстве мы лазили вот по этим вот соснам ну тут конечно не залезешь но бывало вот на какие-то можно было там по всяким сучкам и вот туда наверхотуру эх ну стадион я вижу тоже такой весь в упадке и говорю когда 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 в стране главное сарматы кинжалы и авангарды и посейдоны то не не до спорта вот мы готовимся к обороне и все остальное уходит на другой план ну здесь можно конечно заглянуть вот 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 на этом стадионе проходят мероприятия городские на 9 мая здесь что хорошая такая традиция на 9 мая устраивается театрализованное представление там пушки сюда пригоняют и разыгрывают какие-то эпизоды Великой Отечественной войны там конечно взятие Берлина я помню в семьдесят пятом году мы с отцом ходили на это мероприятие вот я был тогда маленький я так сейчас в семьдесят пятом мне было сколько одиннадцать лет я был такой как Маша не совсем уж такой маленький вот и и помню очень где-то запало там когда сначала дети бегали там в мячики играли потом раз там фашисты появились там черный дым потом первые бои Брестская крепость каждая трибуна символизировала там тут был Брест тут был Сталинград там был Берлин Москва была в общем все вот эти вот такие ключевые моменты истории были впечатлены и там стрельба дым шашки ура ой здорово было вот там вот трибуна для руководства сидят там в ложе под стеклом вот а ну народ как говорится на деревянных лавочках да интересно там на супке вот это вот снег велосипедисты ну вот все была была такая небольшая экскурсия по стадиону Сибво еще раз показываю вот эти вот ну там помещения всякие офисные раздевалки и прочее собака вон бегает прямо как римская это с сиськами с кучей сисек болтающихся вот написано же собак нельзя выгуливать а это а вот там вот кто-то выгуливает ай-яй-яй-яй-яй ну все друзья ну что ставьте лайки подписывайтесь на мой канал мой канал об Анапе не забывайте ну и о Чите тоже так что приезжайте на отдых в Анапу и я вас там встречу покажу Анапу и вообще будет просто замечательно вот для такой такой диван такая парковая мебель такой диван и песочница о как и вот на этой оптимистической ноте мы с вами расстаемся ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всего вам доброго а вот кстати сейчас еще покажу нет еще не все я все-таки вам покажу эти сарматы сарматы я покажу вам смотрите берегись Америка берегись Флорида сейчас я вам покажу их вот они в небо устремляются и вот вот она оптимистическая нота вот на ней я и заканчиваю свой репортаж ставьте лайки кому понравился он всего вам доброго до следующих встреч до сих 可以 господи супер